Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такой простой, но очень красивый, по моему мнению, цветочек из ленточек. Для изготовления цветочка вам понадобится ленточка. У меня это розовый цвет. Ее понадобится приблизительно метр, толщина 2,5 см. Ножнички для обрезания, серединка цветка. Если у вас серединка клеится, то еще понадобится клей. Если у вас серединка пришивается, то есть это бусинка, либо какая-то пуговичка, то просто ее пришиваете. Конечно же, нам понадобится ниточка с иголочкой. Ниточка обязательно под цвет ленточки, либо приближенная к этому цвету. И зажигалка, либо, как у меня, свечка со спичками. Почему мне удобна свечка? Я не держу, не постоянно не зажигаю эту зажигалку. У меня руки свободные. Поэтому я всегда использую свечку. Для начала ленточку нам нужно порезать на вот такие отрезки трапеции. Я вам советую отрезать сразу, так сказать, с наклоном ленточку. То есть вот так вот выравниваете свои трапеции. Отрезочки размеры у нас, смотрите, с верхней части 6 см, с нижней 8 см. Это маленькие, которых нужно 5 штучек. И большие, у которых вверх 8 см, а низ 10 см. То есть я так предварительно сделала, так сказать, себе отмерила сантиметром вверх-вниз, отрезала склоны. И теперь, прилаживая эти склоны, буду отрезать вот такие кусочки. Причем я буду трапецию отрезать по ленте, пускать вот таким образом. Затем у меня будет склон в эту сторону, я буду кверх ногами. То есть таким образом мы экономим ленточку и как бы, ну, вам тот отрезочек, который останется, может когда-то, так сказать, пригодится. Особенно если у вас ленточка не метр, а больше. То есть у вас как бы экономно будет уходить ленточка. Итак, делаем маленьких, еще раз повторюсь, размеры 6 см сверху 8 см снизу и большие 8 см сверху 10 см снизу. Маленьких делаем 5 отрезочков, больших делаем 7 отрезочков. Теперь берем, зажигаем свечку, либо у вас это зажигалка, и аккуратненько вот таким легким движением подпаливаем, так сказать, наши кончики отпаливаем для того, чтобы не распускались. Просто вот такими легкими движениями все краешки маленьких и больших трапеций. Кончики я попаливала, теперь сдеваем ниточку в иголочку предварительно и делаем узелочек, то есть чтобы у вас иголочка была готова к шитью. Теперь ложим к себе вот так вот на ручки трапеции вниз, то есть уголки у нас, и сворачиваем вот таким образом наши кусочки ленточки. Вот таким. То есть делаем из трапеции, сворачиваем треугольничек. Причем у вас, обратите внимание, срезы совпадают на нижней и на верхней части, то есть вот такие треугольнички. Я сначала буду делать, так сказать, большие свои отрезки сначала, а затем буду делать маленькие. Поэтому сначала можете взять маленькие, а затем большие, то есть берете одной, так сказать, длины, делаете вот такой треугольничек и нанизываете мелкими стежками на ниточку, вот так вот иголочкой наши, так сказать, лепесточки. Вот это у нас один лепесточек. Нанизали, продели. Берем следующий, точно так же трапеции ложим на пальчики, сворачиваем треугольничком краешек к краешку и точно так же продеваете, вот так вот нанизываете на ниточку. И так все-все полностью лепесточки. Сворачиваете и нанизываете. Нанизали последний лепесточек и теперь берем, находим тот краешек, где узелочек и начало и завязываем вот так вот два кончика, стягивая наши лепесточки. То есть вот так вот просто стягиваем хорошо, аккуратненько завязываем узелочек. Теперь краешки нам нужно слегка завернуть. То есть они у нас, получается, свернутые, нанизаны. Мы их немножечко вот так вот прижимаем. То есть как бы если положить их вот так вот на поверхность, вот как они ложатся, так их и прижимаете. То есть где-то они слегка преразвернуты, где-то слишком свернуты, чтобы не сильно, конечно, различались. Но вот так вот просто прижимаете, придавливаете их так, как они сложены. То есть вот так вот напополам вниз. Каждый лепесточек вот так вот немножечко пройдитесь. Вот у вас получился, так сказать, нижний слой цветочка. Теперь берем, отрезаем ниточку. Она нам, в принципе, здесь больше не нужна. Хорошо, еще раз для уверенности хотите, завяжите еще один узелочек. Но, в принципе, он довольно-таки здесь не нужен. Отлаживаем этот цветочек, делаем снова узелочек на ниточке. И приступаем к такому же сворачиванию, вот этих вот, которых поменьше трапеций. Точно так же сворачиваете треугольничком. И этот треугольничек нанизываете вот так вот иголочкой на ниточку. Первый. Далее берете второй, сворачиваете. Точно так же третий, четвертый и пятый. Нанизали последний маленький лепесточек. Хотите, можете сразу придавить. Ну, то есть, как я вам показывала, вот так вот в сложенном виде на поверхности. Вот так вот. Либо сразу завяжите. Все делаем точно так же, как и с первым, так сказать, уровнем цветочка. Стягиваем хорошо цветочек, завязываем его и затем точно так же прижимаем каждый лепесточек, для того, чтобы он был такой приплюснутый слегка, но не сильно. То есть, он должен быть красивый, объемный. Вот так вот, просто каждый лепесточек пройдитесь вот так вот пальчиком, либо на поверхности положите и прижмите. Вот, немножечко, буквально, чтобы он был такой, не слишком, так сказать, не сильно такой выпуклый, я бы сказала. Хотите, еще раз для уверенности завяжите узелочек, то есть, просто, чтобы вы были уверены, и этот кончик можно обрезать. Он нам не нужен. А остается, так сказать, ниточка там, где у нас иголочка. Вот, с нее-то мы и продолжим. Вот этот точно так же, еще раз повторюсь, для уверенности можете завязать узелочек, если вам кажется, что вы не туго, так сказать, за это завязали. И обрезаем вот эти ниточки. Они нам не нужны. У нас получилось два вот таких слоя. Первый, в котором 7 лепестков, вот так вот. И второй, в котором 5 лепесточков. Вот берем, слаживаем, получается, кладем листочек, тот верхний, который 5 на нем листочков, стебелечков, на нижний, в котором 7. Причем так ложите, чтобы уголочки были, как бы, между, так сказать, между пространством предыдущего ряда. Вот здесь вот ваши лепесточки красиво ложатся уголками в промежутке. Они не слишком там прям лягут уголками, но, тем не менее, получается довольно-таки красивенько и объемненько. Вот, посмотрите. Теперь нам осталось лишь только сшить нижний и верхний слой. Вот так вот. Буквально несколькими стежками, чтобы не оторвалось ничего, не оборвалось. Вот так вот. И приклеить, либо пришить серединку. И наш цветочек будет готов. Посмотрите, получается довольно-таки аккуратненький, красивенький. Он совсем несложный в выполнении, как вы уже поняли. Занимает очень мало времени, так сказать, средств для его изготовления. Такой цветочек можно пришить на шапочку. Также украсить какую-то блузочку, кофточку, сделать брошку. Можно таким цветочком украсить какое-то платье. То есть, в принципе, на ваше усмотрение делаете. Куда вы его будете применять? Я такой цветочек хочу украсить им шапочку. Вы смотрите на свое усмотрение. Не забывайте обязательно ставить лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Будьте в курсе моих новостей. Пока-пока. Пока-пока.